ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Итак, хотела тебя спросить, почему в одних семьях энергетика на таком высшем уровне, а в других... Ну, что значит высшим? Ну, что значит в вашем понятии высшим? Что значит высшим и нишим? Ну, как бы зарабатывать деньги, здоровье крепкое, сильное, а в другой семье... Зарабатывать деньги, потому что предприниматели, потому что умеют. Сформулируйте, и четко вопрос. Почему в одной семье сильная энергетика, а в другой слабая энергетика? Угу. Это называется петля. Есть так. То есть, ну чего вы боитесь вопросы задавать? Ну, вот смотрите, разница в том, что вы боитесь задавать вопросы. Если вы боитесь задать вопрос, то вы никогда на него не получите ответ. Это уже первое, это уже ясно. А если человек идет по жизни и не задает вопросы, ну, никогда не получит ответ и, мало того, он не знает, куда он идет. Я что, страшный, кусаюсь, я агрессивный, что? Вы сильный. Ну. Когда смотришь, и сразу сбивается речь. Просто я устал, я вам честно говорю, когда пишут вопрос, почему у меня в жизни все так плохо? Или как остановить внутренний диалог? Или скажи, почему у меня такой этап в жизни? То есть, человек выдавил в себя три слова, это назвал вопросом, а я, получается, как дурачок, должен написать пять, десять, восемь, пятнадцать листов. Особенно мне нравится. Как остановить внутренний диалог? Значит, буддисты, получается, как бы дураки, всю жизнь посвящают Эхму, уходят в Нирвану, да? Потому что тут человек просто написал, как остановить внутренний диалог. Не бойтесь задавать вопросы, когда вы конкретизируете свой вопрос, тогда вы получаете конкретный, четкий ответ. Потому что я могу понять, так, ваш вопрос, а вы останетесь неудовлетворены моим ответом. А я хотел бы, чтобы я ответил и принес вам этим пользу. Ладно. Это короткое предисловие. Я прошу прощения. То есть, я-то сейчас попробую вместо вас сам себе задать вопрос, сформулировать его и сам ответить. То есть, вы имеете в виду, что в одних семьях крепкая энергетика, то есть, это семейная очагка, да, они добиваются каких-то успехов, у них такие нормальные какие-то дети, отношения, они вместе сообщают, живут, и никто не может не увезти мужа, никакая любовница не может увезти мужа. Муж нигде не пропадает, семьи друг друга понимают. Я как, я правильно ваш понял вопрос? Истинно вололите учитель. Истинно вололите учитель. Ну так как, какой вам учитель, если я не научил вас задавать вопросы? Ладно. Поехали. Так-так ты задаешь мне вопросы кучу. Как только камеру включил, ты не можешь задать вопрос. Значит, смотрите. Начнем теперь отвечать. Семья. Представьте себе ядро. Ядро – это ячейка. Чья ячейка? Ячейка общества. Это прежде всего он и она. Вокруг них, вокруг семьи, образуется некий шар, энергетический. Будем называть его, ну как хотите, шарик, пленка. Это называется энергетическое поле. Оно, кстати, имеет даже свой цвет. Я его вижу таком голубовато-сиреневым оттенком. Это поле, это и есть защитное поле семьи, этого ядра. Почему в одних семьях этого поля вообще нет, а в других есть, но другого цвета. Там тоненькая, маленькая, с пробоинами и т.д. и т.п. Объясняю. Одни семьи обоюдно он и она питают это поле собственной энергетикой. Энергетикой, отношениями, разговором, понятием. В том числе и иногда милые бронятся, только тешатся, да, есть такая поговорка. В том числе и так. И тогда когда у них общие цели, когда муж и жена объединены общими целями и идут в одном направлении, они не тянут это ядро, этот воз в разные стороны. Помните басни Крылова? Лебедь, рак и щука. Лебедь, рак и щука. А воз и ныне там. Так вот, тогда когда жена, внимание, жена, как хранительница семейного очара, верит в мужа и идет вместе с мужем, она его питает энергетикой. И до тех пор, пока она не верит в него, он не сможет достичь какого-либо серьезного результата. Я знаю массу семей, в которых жена не верит в своего мужа. И, естественно, супруг не может добиться, ну, даже среднего результата. И я знаю несколько всего семей там, где жена вместе с мужем. Она питает мужа и муж достигатор, то есть достигает определенных целей, а она вместе с ним. То есть, ну, вот представьте себе, да, он идет в бой, а она подтягивает патроны. Они говорят, ха-ха, ты что, туда стрелять идешь? А я тут посижу. Иди лучше на завод. Понимаете? Есть у меня знакомый молодой талантливый парень. Но и в него вообще никак не верит жена. У него есть талант. Он его пытается раскрыть. А она ему говорит, у тебя не получится. Иди охранником, иди туда, иди сюда. Потому что жена не предприниматель. Она никогда не хотела сама чего-либо достичь. Она хотела устроиться. За ней какую-то ячейку, то есть гнездышко. Знаете, вот, мне вот мир как соты, вот как пчелиные соты, да? Вот не стать пасечником, а именно той пчевой, которая наносит медик в эту, в эту ромбик вот этот, в эту соту. Понимаете? Потому что так легче, так нет ответственности. И она видит мир сквозь свою призму. Она говорит, как ты сам пойдешь? Нет, ты не пойдешь. Я пойду на рынок, я пойду работать. И ты иди в охрану на рынке, куда угодно. И она никак не верит. Как он без ее поддержки, энергии, веры, может стать и достичь в серьезных целях. Не может быть. Получается, она в одну сторону, в другую. Естественно, такая семья слаба. Слаба почему? Потому что женщина лучше быть сильной, сама по себе, не верить этим козлам, мужикам, а мужикам внушают, что бабам надо только бабки. Они неверные и так далее, и тому подобное. И каждый себе на своей волне. Они работают в разные стороны. Они генерируют энергию в разные, по разным углам. У них нет оболочки, у них нет этой защиты. Следовательно, из такой семьи легко будет увезти мужа или жену. Она может изменять, он ей изменять приворот и так далее и тому подобное. Когда есть защитная оболочка, делайте, не делайте привороты, ничего не получится. Почему? Потому что очень сложно сделать, к примеру, тот же самый приворот на мужчину или на женщину, если не было половой связи. Поэтому, когда, допустим, заказывают приворот, часто спрашивают, когда был последний раз секс. Он говорит, у меня не было секса. А что ж ты хочешь? Брэда Питта или кого? Президента может сделать приворот или как? Ну, какая связь-то? Что-то должно связывать людей? А если не было половой контакта? Естественно, сложнее, возможно, но сложнее сделать приворот. И результат, естественно, пропорционально падает, то есть успеха этого приворота. Будьте здоровы, правда. Спасибо. Так вот, я к чему говорю? К тому, что когда муж и жена вместе, они не гуляют на стороне, они генерируют эту энергетику и их семейный человек покрываются дополнительным шаром, защитой. И чтобы не охотиться на него или на нее, ну, в принципе, всякую защиту можно снять. Но это очень и очень сложно. Процент вероятности, что кто-то пробьет эту защиту, очень мало. Поэтому такие семьи достигают серьезных высот, потому что у них есть ядро. Они защищены и, естественно, у них есть успех, потому что они работают в одной и той же преподной группе. Общая цель, общая идея. Конечно. А если он говорит, я буду рисовать картины и стану великим художником, он говорит, ты дурак. Иди ему на завод или иди охранником. А я пойду рыбой торговать на рынок или мясом. А он понимает, что она пойдет на рынок и он может потерять жену. Потому что ни их ни графики, ни образ жизни и так далее и тому подобное он изменит жену. А он ее любит такую, как любил ранее. А среда обитания меняет не только внутренний мир человека, но и внешний. То есть даже лицо меняется. Вы же понимаете, что отпечаток работы остается все равно на лице. Поэтому одни и выглядят хорошо, а другие плохо. Одни и соответствуют своим годам, другие и нет. Потому что среда обитания, быт, благосостояние, уход и так далее и тому подобное, спокойный сон, нервный сон, высыпание, недосыпание, все это влияет. Естественно, по крупице все складывается и в результате получается ведро. Молодого в этих семьях, защищенных, там с детьми все нормально, как правило. Пока они не откалываются и не строят свои гнезда, там допустим ядра, но не факт, что и они смогут сделать. Но когда ребенок выходит в семьи с привитым чувством, что семья это сила, то такому ребенку легче создать свою крепкую семью, чем когда он вырос и видел, что мама отдельно, папа отдельно. Надеюсь, полностью светил. Или есть еще вопрос в эту тему? На пользу. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно. Что дальше будет интереснее?